Спасательная работа на Донецкой шахте имени Засядько проходит с самого утра. Десятки спасателей работают на глубине, где до сих пор остаются заблокированными как минимум 30 шахтеров. Известно о 14 пострадавших и одном погибшем. К нам сегодня привезли 5 пострадавших на шахте Засядько. Состояние их разное. Один находится в критическом состоянии. У него в сути тотальный ожог, плюс ожоги дыхательных путей, механические повреждения. Он сейчас в коме. Состояние критическое. Трое в тяжелом состоянии. У них тоже большие по площади ожоги. 70-80%. Я шел, проверял состояние вентиляционных перемычек. Меня накрыло пламенем огня и пыль полностью. Ничего не видно. Я упал. Очнулся когда. То люди лежали, просили помощи. Кому смог, тому помог. Примерно в 6 часов утра под землей произошел взрыв газометанной смеси. Около 30 шахтеров удалось вызвать из-под земли. О судьбе оставшихся в стволе шахты до сих пор ничего не известно. Известно что-то? Нет. В 5.25 пропала Дмитрия связь шахты с восточным стволом. На тот момент в шахте находилось 47 человек. Пока что произошло толком непонятно. Варианты могут быть разные. Сейчас порядка 20-30 человек отрезаны вообще в стволе. Чтобы вы понимали, это глубина километров 230 метров. Это горизонт. А сама лава находится еще на 100 метров ниже. Это порядка 1350 метров. Шахта продолжает функционировать. На другие уровни спускаются смены рабочих, которые знают, что на глубине до сих пор остаются их товарищи. Полтора километра. 1200 горизонта еще ниже там идти. Ну, опасно. Вообще, и, во-первых, информации, связи не было с самого начала. Мы пришли на наряд, хотели уже в шахту ехать. Тут главный звонит инженер. Пока задерживайтесь. В момент взрыва шахты находилось около 230 рабочих. Сейчас выясняются причины происшествия. Шахта, одна из крупнейших в Украине, во время боевых действий неоднократно подвергалась обстрелам. Но предприятие продолжало работу. Станислав Назаров, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев. Вести. Донецк.